Итак, мы сегодня начинаем новую тему, да? То есть, тема называется «Этика иудаизма». Это очень интересная и очень важная для нас тема. Когда мы вообще, как мессианские евреи, изучаем иудаизм, и мы изучаем мессианский иудаизм, правда? А что такое есть мессианский иудаизм? Это применение Торы, да, к Новому Завету. Поэтому мы пользуемся Танахом, мы уже говорили, да, что такое Танах? Тора, Невим, Тувим, как говорится, Ветхий Завет, да? И мы пользуемся каким Заветом? Новым Заветом, да? Значит, книги Танах, да, и Брит Хадаша на иврите, Новый Завет. И когда мы изучаем Танах, мы обязательно смотрим ссылки где? В Новом Завете. Когда мы изучаем Новый Завет, мы где ищем ссылки? Танахи, да, то есть мы должны понять. Пожалуйста, не употребляйте, я еще раз говорю, в мессианско-виреевском институте, будьте корректны, не употребляйте слово Ветхий Завет, когда речь идет не о Завете, а о книгах, о книгах, правда? Вот, поэтому мы будем смотреть не просто этику иудаизма в классическом таком варианте, как его применяют равенны, да, но именно применение в условиях какого Завета? Нового Завета, Завета Ишуа, да? И когда мы говорим об этике, есть понимание этики, есть понимание духовности, какое? Светское понимание, да? Светское понимание. И оно тоже для нас важно, потому что, если мы будем говорить с неверующими, мы должны употреблять какие-то термины, которые знакомы ему, да? С человеком нужно говорить на том языке, который он понимает. Если мы сразу начнем какую-то терминологию, ему трудно понять. Поэтому я немножко расскажу, что такое этика, как она понималась, как она развивалась, да? И перейдем уже к конкретным вопросам этики. Итак, что такое этика? Если мы откроем толковый словарь, то мы найдем, что это слово греческое происходит от слова «этос», 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 «этос». Греческое слово «этос» означает «нрав», «обычай». Философское определение этики таково. Исследование сущности, целей и принципов морали и нравственности. Итак, греческое слово «этос» – это «нрав», «обычай». Философское определение. Исследование вы обязательно определение записываете, да? То, что я вам говорю медленно и четко, это у вас что должно быть? Записано, значит. Это, скорее всего, будет на тесте, да? То, что я вам говорю быстро, вы конспектируете это так, как можете, постарайтесь запомнить. Но это, как бы, менее важно. Не, совсем не важно, да? Но это иллюстративный материал и так далее. Значит, обычай. И это слово «нрав», «обычай» – это, значит, исследование сущности, целей, принципов морали и нравственности. Ну, вообще, если мы по-простому скажем, что такое этика? Так, кошка, сын к отцу пришел и спросил со вздохом, что такое хорошо, да? И что такое плохо, да? Ну, и что, отец ему дает какие-то там философские термины и так далее? Он просто приводит конкретные примеры. Вот это хорошо, это плохо, да? И это мы можем увидеть в Танахе, можно увидеть в еврейском понимании этики, да? И так, значит, по-простому, да, этика отвечает на какой вопрос? Что такое хорошо, да? И что такое плохо, да? То есть, какие мы должны быть, соблюдать правила, чтобы поступать хорошо, быть хорошими, да? Или поступать плохо и быть плохими. Правда? Это для нас важно понимать. И если вы говорите, говорить этос, нрав обычай, то на еврейское слово этика будет мусар. Мусар. И это слово применительно к учению и к течению иудаизма. Применил живший в конце 19-го, в начале 20-го века, рав саллантер. Рав, значит, учитель, да? Саллантер. Запишите. Он употребил слово мусар в смысле этика. Значит, я буду на русском языке писать. Да, мусар. А рав саллантер. Рав саллантер. Мусар. Видите, а к мусору имеет отношение. Да, имеет отношение. Только не к тому мусору, который метет, да? Да. Видите, бе-сара. Бе-сара. Да. Это что? Видите, корень какой? С-Р. А М – это приставка, которая является для слова определения, да? Что такое бе-сара? Это весть из вестия, да? Вот как будет Евангелие на еврейском языке? Хорошая весть, да? Бе-сара-то-ва. Так. А тот, кто приносит эту весть, как называется? Мо-сэр. Мо-сэр. Ф-еврити, который употребляется в Восточной Европе, о и у – это заменимы слова. Да, то есть, помните, есть, говорят мишпоха, говорят как мишпуха, да? Вот поэтому от слова мо-сэр, то есть тот, кто приносит, доносчик, произошло какое слово? Вот мусор, да? А еще были такие, значит, смотрите, мусар – это, значит, этика, да? А были ма-сареты. Ма-сареты. Это традиционалисты такие, которые придумали, кстати, голосовки, жившие примерно они с 7 по 10 век нашей эры, то же самое, да? И как получается, значит, ма-сареты, а что они? Ма-сара. Итак, ма-сара – это традиция, ма-сара – традиция, мусар – этика. Совпадает это с тем определением, которое мы давали, да? Помните, греческое «этос» – это что? Нрав, обычай, да? Совпадает традиция, то есть еврейская традиция. И еврейская традиция, она именно учит поступать определенным образом. Как нужно поступать? Плохо или хорошо? Да? Хорошо надо поступать. Но в том-то и дело, что этика – это не просто какой-то свод определенных правил. Человек, который выучил все правила и правильно поступает, и все думают, что он хороший человек, а внутри – у-у-у-у, открой гроб, как завоняет, да? А гроб красивый, значит, как гробы делают сейчас. Такие, что дороже некоторых лимузинов стоят, да? Вот так получается, что оказывается, этика – это не просто свод правил и поведения, да? Она затрагивает еще дух и душу человека, да? Итак, запишите, что этика – это не просто свод правил и поведений. Даже первые понимания этики показывают, что это для нас важно. Греческий термин «этика» впервые употребил Аристотель. Аристотель, вы помните, когда жил? Ну, примерно, третий век до нашей эры, да? И это был греческий философ. Как он определил, значит, термин «этос» впервые применил Аристотель, как обозначение особой области исследования, да? Особой области исследования, практической философии, то есть не теоретической, а практическое применение философии, она должна отвечать на вопрос «что делать?» Знаете, такой еврейский вопрос? «Ма-ла-асот» – «что делать, да?» Итак, по определению Аристотеля, значит, это что? Этика отвечает на какой вопрос? Это есть практическая философия, отвечающая на вопрос «что делать?» Записывайте дальше. Это я все вам даю, сегодня мы очень много определений напишем, да? Значит, основы этики Аристотель назвал «счастье». Основы этики Аристотель назвал «счастье». Что такое «счастье», как вы думаете? Многие, да, вот такие простые вещи, вещи, которые не имеют определения. Любовь. Все знают, что такое любовь, да? Но определить ее трудно, да? Потому что так же самое «счастье». Что такое жизнь? Что такое смерть? Все прекрасно это понимают, да? Но определить не могут. И многие философы занимаются вот всю жизнь решением этих простых вопросов. Аристотель определял слово «счастье», значит, как? Запишите обязательно. «Деятельность души в полноте добродетели и самореализации». Да. Аристотель называл «счастье», да? Как «деятельность души в полноте добродетели и самореализации». И так, оказывается, для чего нам нужна этика по Аристотелю? Чтобы быть счастливыми людьми, да? Что делать, чтобы быть какими? Счастливыми людьми. И счастье он определял в добродетели, добродетели. Хорошая вещь – добродетель, правда? И самореализации. Вы согласны с этим определением? Да, мы верующие, совершенно согласны с этим определением. Только, опять-таки, Аристотель имел своё мнение, да? Потому что он не был верующим в таком смысле, как мы. Поэтому мысли в философской категории. Но вы знаете, что ни одна философская истина, сколько вот есть философов, да, не было доказано. Они спорят. Почему? Потому что истина не в философии. Что есть или кто есть истина? Правда? Вот. Этот вопрос даже Понтий Пилат задавал. И те философы, которые спорили с Павловым, они тоже не знали, что такое есть истина. Ну, поэтому многие спорили. Я вот нашёл очень интересное определение, что такое счастье. Счастье – это радость с чистой совестью. Хорошее определение, да? Вот скажите, быть весёлым всю жизнь можно? Ну, честными будем. Нельзя. Невозможно быть весёлым всю жизнь. Знаете, это Иванушка Зурачёк, конечно, весёлый, но это понятно. У него дефект в психике. Не в этом проблема, да? Вот. Весёлым всю жизнь нельзя быть. А радостным, радоваться можно, когда у вас есть какие-то проблемы? Потому что есть радуйтесь, да? И радуйтесь – это не нечто, которое приходит, как говорится, неизвестно откуда и уходит неизвестно куда. Это заповедь. Мы будем говорить, что заповедь – это приказ, да, митсвы. И если есть такой приказ – радуйтесь, значит, надо радоваться. Да? Вот радуйся. Радуйся, что ты на этой земле. А то пойдёт тебе в другую землю, и там будешь служить идолам. Да? Знаете? Есть такое. То есть радоваться. Радоваться можно что? Долго. Правда? Видите, если мы возьмём тело, потом душу человека, потом дух. Где находится веселье? Ну, веселье, оно проявляется телом, да? Отсюда все весёлые люди, они танцуют, кричат и так далее, да? Или в душе животные могут радоваться? Да, смотрите, собака прыгает, да? У собак и у животных какая душа есть? Да, животная душа. Вы знаете, что есть два вида души? Нефеш, который имеется у всех животных, и у животных есть душа, да? А есть ещё высшая степень души, это Нешама. И то, что прославит Господа, это не Нефеш, а коль Нешама. Техаляя. То есть всякая душа, или какая душа? Высшая Нешама прославит Господа. То есть, видите, радость, она находится где? В душе. В душе. Уже в какой человеческой душе? В душе. В человеческой душе, понимаете? Собака, она способна, она радуется только временно способна, да? Собака не способна на самопожертвование такое. Если говорят, что это самопожертвование, что собака там за какого-то хозяином там бегает, вытаскивает его из огня, вы понимаете, это тоже инстинкты, подобные тому, как совершает, допустим, птица, которая отводит от своего гнезда, да? Значит, она не совершает какие-то поступки обдуманные. Только человек может совершать обдуманные поступки, да? И этика, она базируется именно на поступках, и на каких? Автоматических поступках. Обдуманных поступках, правда? Не спонтанных, а обдуманных поступках. И только человек способен на такие вещи. Вы понимаете? И, значит, это уже в какой будет части радость находиться? В человеческой, да? Тогда мы можем регулировать свою радость. И мы можем радоваться в горе, и мы можем радоваться в печали, и так далее. Вот меня спросили, да, наказывает ли Бог человека, да? Правда? Очень интересная мысль. Очень интересный вопрос. Наказывает Бог человека или не наказывает? Да? Является либо есть наказанием, например, да? Видите, 90% наших болезней, я говорю, это результат нашей глупости, да? Или результат каких-то обстоятельств. Если мы живем, выдышим грязным воздухом, или курим, допустим, или едим грязную пищу, естественно, что мы заболеем или прослужаемся. Есть тут Божие наказания? Нет. Бог не наказывает в том смысле, как мстит. К сожалению, очень часто родители наказывают так своих детей. Вот мама разозлится и начинает его шлепать. А она не наказывает его для воспитания. Она наказывает его для чего? Просто свое зло на нем вмещает, да? Мстит. Вот так Бог никогда не наказывает. Никогда не наказывает. Бог наказывает, но как любящий родитель. Как любящий родитель наказывает. Хорошо, вы знаете, что без плетки, да? Без наказания. Это что, воспитание или не воспитание? И если вас Бог не наказывает, то вы не дети Божьи. Вы понимаете? То есть Бог наказывает, либо попускает дьяволу, да? Я считаю, что он является плеткой в руках Бога, но, опять-таки, до определенного предела. Мы знаем по Писанию. Ну, вот что интересно. Как вы думаете, если вы наказываете людей, ну, вот детей, да? Вы что, просто схватили малыша и начинаете колотить? Вот я один раз только в жизни, Стас мой до сих пор это помнит. Не знаю, просил или не просил, я его бил. Когда он взял спички и начал поджигать ковер в комнате. Ну, что, я просто подсказил и сказал, не надо это делать, не надо это делать, да? Понимаете? Вот у меня однажды был такой случай. Я работал сторожем на заводе «Латмаш», да? И там была такая осыпь из отработанного вот этого шлака. Котлы так специально засыпают, чтобы накопи не было. У меня часто были депрессии. Вот такой я ни к чем, вот я такой никудышний. И я ни богу свечка, ни черта гарок, в общем, такой вот в таком духе хожу и так вот молюсь. И вот однажды у меня заболел зуб. Вот этот зуб на нижней челюсти. Я щупаю. Ой, а у меня там в зубе дырка. Что делать? Надя говорит, все, я звоню, тебе завтра записываю к стоматологу. А, это я еще как раз был на собрании домашней группы, мы так еще помолились за мой зуб. И иду я, значит, это обратно, у меня зуб болит, в общем, короче, и у меня такая мыслеформа. Это для проверки твоей веры. И я жене говорю, не надо меня записывать к зубному. Помолился я, и вот на этом месте у меня небольшая умятина. Но сама дырка заросла буквально за неделю. Но в то же время у меня два других зуба пришлось вырвать. А два зуба у меня сейчас тоже, я их пломбирую чуть ли не каждый год, но это уже другая история. Это когда меня грабители били по зубам. Да, меня грабили однажды. Ну, все знают эту историю. То есть, видите, для испытания, да? Итак, Бог, если что-то делает, Он дает что? Понимание этого. Хорошо. Значит, если мы говорим о радости, можно радоваться, когда человек болеет? А вы знаете, что можно, в принципе? Вы смотрите, вот болеет человек. Да, а вы знаете, еще какая причина бывает болезни? Как апостол Павел, как говорил, довольность себя что? Благодать. Вы знаете, апостол Павел был гордым человеком внутри. Он был очень гордым человеком. Если вы почитаете внимательно, даже первое его послание, так он их всех распекает хорошо. А потом он уже дальше становится более смиренным и говорит, я из всех таких вот самых худших. Заметили? Если бы апостолу Павлу еще здоровье дать, он бы возгордился, он бы вообще думал, вот это я все делаю. И поэтому Бог не дает нам чудес, Бог не дает нам здоровья, Бог не дает нам богатства. Для чего? Чтобы мы не превозносились. Возносились, да. Это третья причина, да? Итак, можете записать причины, какая. Значит, ну, мы говорили, телесная причина – это мы сами виноваты, да? Но когда Бог, это первое, когда Бог воспитывает, да? Наказывается после воспитания. И мы тогда обязательно должны искать откровение Божие, да? И Бог обязательно вам скажет. Обязательно. Просто надо искать и думать, и размышлять. Обязательно скажет. Это я абсолютно точно уверен, проверено на мне. И еще меня другие разы были. Просто нет времени сейчас об этом говорить, да? Второе – для испытания. И третье – это что? Чтобы мы не возгорделися, да? Чтобы мы не возгорделися, потому что в немощи, в немощи проявляется что? Божья сила. Божья сила. Я вот последние два месяца изучил очень массу литературы, много. Я размышлял. И в основном я размышлял на… Собственно, я начал писать Сидур, вы помните? Мессианский Сидур для умерших. Поэтому я начал изучать вопросы смерти, умирания, как это сказано в разных конфессиях и так далее. То есть я много размышлял, много размышлял о покаянии. Если вы слышали эти субботные наши учения, да? Вы видели. И вот эти два месяца у меня прошли в размышлениях, но я почти мало-то, что писал. И в субботу, в субботу у меня, значит, сильно болела голова. Не знаю, погода начала меняться, да? Я отчитался, ушёл, лёг спать, мне вечером болела голова, лёг с головной болью, проснулся в воскресенье с головной болью. Вот. И даже не пошёл в церковь. Сижу дома, думаю, вот возьму определение этики. Вот начался это, что вам, да? Возьму определение этики с интернета. Потом раз, 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 и это я буквально за сколько-то минут? Десять страниц написал то, что я вам сегодня буду говорить. Причём со страшнейшей головной болью. Если бы я был в нормальном состоянии, ну, я бы пошёл в церковь, помолился бы, да? Голова бы у меня не болела. То есть, у мне мощи, и вдруг, оказывается, проявляется сила Божия. И у человека страшно болит голова, и в то же время удивительнейшая ясность сознания. То есть, человек может болеть. Это тоже было одно из откровений, которые мне Бог дал, когда я ехал на маршрутке, я болел, да? Человек может болеть, но он что? Не должен страдать от болезни. Да? Человек может быть бедным, но он что делает? Не должен страдать от бедности. Это очень интересная мысль. Понимаете, можно всю жизнь страдать и на том свете страдать. И можно быть бедным, и можно быть больным, я говорю, и не всегда бывает, Бог даёт исцеление, и всё равно быть счастливейшим человеком на земле. Итак, радость и счастье – это процесс. И радость уже находится в какой душе? В верхней части души, да? И дух. А в духе уже что находится? Счастье. Радость с чистой совестью. Совесть у нас где находится? В духе, и есть это определение в послании к римлянам. Почему? Потому что те люди, которые не знают Торы, да? И совесть, она является чем? Торой для них, правда? Совесть является для них Торой. Поэтому, если мы будем рассуждать об этом с точки зрения, опять-таки, этики, есть критерий этики в человеке неверующем, да? Как поступать? По совести. Ну, есть люди с сожжённой совестью, их вообще совесть не мучает, правда? Но вообще, совесть, как говорится, придумали плохие люди, чтобы она мучила хороших людей. Правда? Да, пожалуйста, так. Пожалуйста, так. Итак, веселье, да, это тело, радость, это душа, а счастье, это дух. То есть, счастье, это состояние человеческого духа. И оно может быть постоянно и во времени, и невремени. Поэтому, недаром, есть такая песня «Наше счастье», что? Постоянно. Ещё перерыва нет? Хорошо. Водички мне дайте. Сухо немножко во рту. Как же добиться этого счастья? Итак, мы говорили, что Аристотель говорил, что цель этики – это счастье. В полноте добродетели и самореализации. Теперь, тогда вопрос, что такое добродетель? Как вы думаете? Ну, добродетель. Добрая деятельность, да? Делание добра. И были такие греческие философы – стойки. Может быть, вы слышали стойки? Вот. Ну, до августа месяца я думал, что стойки, потому что они такие стойкие. Всего вы терпили, да? Стойки – оловянные солдатики. Но, когда я начал изучать этот вопрос, оказалось, что стойки происходит от слова «стоихе». «Стоихе» – то же самое, как у нас «стойка», да? И означал определенный портик в финском Парфеноне, где они как раз и собирались. Вот этот портик назывался «стоихе». Поэтому они получили название «стойка». И что они говорили? Стойки говорили так, что наши мысли, наши эмоции, все, что происходит в душе человека, оно подобно лошадям. Фильтрованное? Да? Спасибо. Оно подобно лошадям. А разум человека подобен чему? Возницы, да? Вот вы видели когда-нибудь, когда говорят, лошади понесли? Страшное дело, да? Лошади становятся неуправляемы. И еще иногда в отношении эмоций, в отношении желаний наших употребляется слово «страсти», да? Ну, то есть страстное желание чего-либо. Страсти. То есть вот эти страсти, они как кони, и они должны постоянно быть взнузданы. Кстати, что очень интересно, когда мы смотрим послание Иакова, все прочли послание Иакова? Да? Что делать надо? С языком? Взнуздывать, да? Что такое уздечка? Да? Страсти надо обуздывать. Уздечка – это такая металлическая штука. Когда лошадь начинает нести, или что-то такое, она упирается ей в десны, там есть определенный промежуток между зубами, оголенный, и вот эта металлическая штука вызывает у лошади боль, и тогда она что? Останавливается. Итак, где надо уздечку прежде всего ложить? В рот, на язык, да? То есть тот, кто владеет языком, тот человек совершенный. Поэтому стойки говорили, что разум должен управлять лошадьми. Лошади будут всегда стремиться куда-то понести. И разум должен обязательно избегать крайности и держаться золотой серединой. Поэтому по стойкам основная добродетель – это умеренность и благоразумие. И возница должен постоянно таким образом направлять лошадей и управлять ими. Но вся проблема в том, что наше общество, и это болезнь нашего общества, и это смерть нашего общества, в том, что общество, оно взуздывает страсти или поощряет их. Смотрите, все средства массовой информации, они основаны на том, чтобы поддерживать все эти страсти, да? Наоборот, разжигать похоть, разжигать страсть к насилию и так далее. То есть самые низменные страсти. Литература, которую мы читаем, да? Все, что происходит в этом мире, все, какие нам дают известия. И наоборот, человек начинает все больше и больше распускаться вот из-за этих страстей, если он их не вздустывает. Да? Половое лечение – это хорошо? Это хорошо, и это благословение, когда это находится в супружестве и по определенным заповедям, да? Но если мы это совершаем так, как хотим, да, то мы даже и превращаемся не в животных. Хуже. Хуже. Гомосексуализм, оказывается, есть у китов, у косаток. Вот я смотрел, как они там, самцы, на самцов возбуждаются. У них такой половой член, метр семьдесят, как рост с человеком, жуть. У слонов, у собак есть, да? Вот, то есть, разжигаясь страстью, сначала к своему полу, потом это вызывает какие-то извращения, потом нам это мало, да, и к противоположному, уже к противоположному полу, потом к своему полу. И уж дальше мы вообще не знаем, что делать, ну, вообще, что придумывать. И как это прекрасно изложено. В какой книге? Римлянам. Римлянам, послание о римлянам. Первая глава, да? Смотрите, там просто дана характеристика нашего общества. И какая основная причина указывается? Они, да, не имели Бога в разуме. Они не искали Бога. Правда? И тут Бог их дал превратному уму. Давайте найдем это место. У вас есть у всех Библии? Да, вы обязательно должны иметь их. Итак, смотрите. Значит, давайте. С 21 стиха 1 главы. Но так как они, познавши Бога, откуда познавши Бога? Наблюдая природу, наблюдая видимое Божье, да? Не прославили Его как Бога и Него сблагодарили, но осуетились в умствовании своих. С чего начинается страсть? Да, с умствования. Если мы не ставим под контроль Бога, под контроль Ишуа, свой разум, да? Дальше мы начинаем все больше и больше предаваться этому. Итак, умствования своих и омрачилось несмысленное их сердце. Что означает сердце? Вы знаете, бобилейское сердце – это не есть орган, который насос является, да? А это что? Человеческое дух, который внутри. Сердце человека, внутренний человек. И, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ и так далее. 24 стих. Предал их Бог, похоть их сидец, их нечистоте. Это что значит? Заставил их Бог заниматься всякими извращениями? Просто Бог их оставил. Оставил, пусть делайте, что хотите. И нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божьей ложью, поклонялись и так далее. И дальше предал Бог их постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Оказывается, с чего начинается Родина? Разума, смысле, да? Надо поставить контроль разума кого? Ешуа. И так над возницей тоже должен быть контролер. Ну, прежде всего, это и в физическом смысле, да? Даже если мы не говорить, будем вот так, представим себе, что Бога нет, да? Вот. Различные заболевания, вы знаете, в том числе и СПИД, хотя СПИД сейчас много спорных вещей ходит. Вот. А во-вторых, видите, даже человек, вот представьте себе, если он распущен сексуально, он становится просто неспособен к нормальной жизни, нормальной семейной жизни и так далее. И когда определенный возраст возникает, да, человек понимает, что вся его жизнь бессмысленна. Он понимает это наказание в себе? Потому что самые страшные муки это те муки внутри нас, которые, да? То есть, даже так имея в себе, ну, а тем более, если говорить о вечности. Итак, мы видим, что все начинается с помышления. И помышления должны быть направлены, что подчинены Богу. Да, если возница подчинен Богу, а не просто едет, куда хочет, и подчиняет своих лошадей, да, то тогда все нормально. Видите, есть пища. Нормально, да? А если мы обжорство? Знаете, что обжорство это такой же смертный грех, что обжоры тоже царство Божие не будут наследовать, да. Да, секс, различные сексуальные, пьянство, наркотики и так далее. В небольших количествах алкоголь полезен в организме, да? Но когда мы передозируем алкоголь, это что? Вред, да? Это вред и так далее. Хорошо. Значит, страсть, видите, тоже одни и те же черты характера, значит, еще две минуты, да, могут быть у нас положительными и отрицательными. И надо не бороться со своими чертами характера, а подчинять их еще. Да. Если человек страстный, это хорошо? Если это страсть, по Богу. Правда? Если эта страсть направлена на другое место, это плохо. Если человек бесстрастный, это хорошо? Это хорошо. Потому что он не будет поддаваться другим страстям, да? Хорошо. Если человек активный такой вот, да, вы смотрите, допустим, злой и упрямый человек. Это плохо? Плохо. А может быть хорошо? Потому что упрямый человек это человек с сильной волей. И если это упрямство превращается в упорство, да, ревность это плохо? Гнев это плохо? А как говорят ревность по Господу, святой гнев, один убил двух человек, и Бог его за это похвалил. Кто это был? Пенхас, да? Пенхас, видите? То есть все наши... Лень это плохо? Как мы говорим лень, да? Как это? Леа-леа это имя медленное, да, так ленивое, я никаким не человеческого говорю. Вот. А если мы ленивы, чтобы делать плохие поступки, это хорошо? Будьте медлительны, что? На гнев. Да. Итак, нет у нас абсолютно плохих и абсолютно хороших черт. но зависимости от того, куда направлен наш разум, может быть хорошо и плохо. Так, что такое хорошо и что такое плохо. Все. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok